Уже по сложившейся традиции в Воскресенском Смольном соборе Санкт-Петербурга был отслужен молебен на начало учебного года для учащих и учащихся вузов Санкт-Петербурга. Богослужение возглавил настоятель Смольного собора и исполнительный директор Ассоциации Покров протеерей Петр Мухин. Сегодня, вступая в начало нового учебного года, пусть у каждого из нас в нашем сердце откликнется обращение к Богу, в котором будет прежде всего Божие. Научи меня так, чтобы в благоразумии, в благом разумении бытия и всего, что меня окружает, и всего, что мне будет открываться, будет в моем сердце прилагаться созидание в любви, добродетели, милости, в твердой вере и в служении Богу и человеку. И вот тогда и произойдет то настоящее главное в нашей жизни. Тогда и будут открываться для нас те главные откровения счастья, удовлетворения, любви. И, конечно, будет в нашей жизни смысл и будет в нашей жизни победа. Молебен на начало учебного года – это специальный чин, в котором верующие просят благословения на то, чтобы отрокам было легко осваивать новые знания. Дети возросли родителям на утешение и Отечеству на пользу. Когда преуспеем в разуме и исполнении заповедей Твоих, да тако предуготово не прославим Пресвятое Имя Твое и будем наследницей Царствия Твоего, якуты, если Бог силен в милости и благ крепости, тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно веки веков. Аминь. Молебны в преддверии нового учебного года – это не нововведения. Подобная традиция существовала еще в дореволюционной России. В службу включены прошения и об учителях. С момента освящения Воскресенский Смольный Собор назван храмом всех учебных заведений. На его алтарной стене золотыми буквами были начертаны названия школ и институтов, входивших в ведомство императрицы Марии Федоровны. Их учащиеся ежегодно собирались в храме на богослужение. И теперь в новой жизни храма молитва об учащих и учащихся не предстоит. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеку любвием всегда, ныне и пресно и веки веков. Аминь. С Богом! Храни вас Господь!